Привет, друзья! Вы с Аленой. Сегодня снова с вами говорим о самом главном. Вы на канале с психотерапевтом и вы на канале с блогером. Сегодня мы с вами говорим про принципы самоорганизации, как повысить качественно вообще свои какие-то жизненные прям моменты, которые влияют на вашу продукцию, собственно, вашу продуктивность. Как повысить свою продуктивность? Давайте так назовем тему, а то я уже заговорила очень вас надолго, намного. Давайте просто. Вот как повысить свою продуктивность? В какое-то время вы встаете, что-то вы смотрите, где-то вы учитесь, где-то вы работаете, что-то там вы едите, где-то вы спите. Я, конечно, шучу и на самом деле не шучу. Бывает, у многих людей в жизни происходит какая-то абсолютная каша. Ем я за рулем, разговариваю со своим ребенком, я, не знаю, куря у подъезда. Вот давайте немножко разграничим эти моменты. Надеюсь, у вас такого не происходит, потому что это я наблюдаю в своем городе достаточно часто. Такие моменты. Как повысить свою продуктивность? И успевать там и с детьми побыть, и поработать, и покушать, и поспать, и еще себя вроде бы как хорошенько, хорошо, хороша-ка чувствовать. Если действительно происходят такие моменты, когда вы понимаете, что все, все, что-то валится, что-то идет не так, и нужно что-то менять, но я не понимаю, что мне нужно менять. Кому-то нужно менять условия, а кому-то нужно менять обстоятельства, а кому-то нужно менять основу. Начнем с вами с основы. Для того, чтобы повысилась ваша самоорганизация, что нужно делать? Номер раз. Это работа с внутренним ребенком. То есть вы для себя расписываете действительно такие детские часы. Что вы едите, что вы пьете на следующий день, и где вы будете? Вы планируете с вечера свой тайм-менеджмент. Это обувь яскова. Даже если происходят такие моменты, которые вмешиваются в вашу жизнь, то есть вы не можете вовремя это выполнить, все равно вы продолжаете это делать. Для чего? Для того, чтобы ваш организм был готов. Второй момент. Как повысить продуктивность? Во-первых, не тратить энергию туда, куда она все равно уйдет. Если вы чувствуете, что вы сейчас не в ресурсе, или у вас нет сил, не нужно проводить сотую консультацию, или делать какой-то 150-й прямой эфир, либо пытаться создать какую-то Excel-табличку, в которой вы уже сделали кучу-кучу ошибок. Это все так не работает. Не работают ваши внутренние моменты, которые влияют на вашу продуктивность. То есть элементарно, часто нужно разграничить. Вот здесь я занимаюсь спортом, вот это я ем, вот сейчас я пью, вот сейчас я отрабатываю прямой эфир, а потом я вот это, вот это делаю. Если вы пытаетесь включить мультитаскинг, многозадачность, это работает, но недолго, это еще больше истощает вашу энергию, и, собственно говоря, качество задания от этого намного снижается. Это не говорит о том, что плохо жить в многозадачности, плохо. Это хорошо, это навык, но он снижает вашу эффективность в момент продукции какого-то, давайте, продукта, продукции продукта, давайте скажем так, но надеюсь, всем будет понятно. Также, друзья, если у вас есть такой важный ресурс или важный скилл, важный навык, который называется откладывание дел на потом, это не про вас, это должно бы уходить совершенно на другой план. Почему? Потому что если вы находитесь в состоянии постоянного напряжения, то, соответственно, из-за этого вы теряете очень-очень много энергии. Где бывает напряжение? Напряжение бывает везде. Если вы много преподаете, если вы много создаете, если вы много креативите, то в этот момент вы теряете ресурс. И восстановление – это сон, это прогулка, это хорошая еда, и это переключение своего внимания. Но не такое переключение внимания, что я сейчас отдыхаю, и поэтому я учу еще там больше 150 слов на английском, и созваниваю своим шефом, и предлагаю ему новый какой-то… Опять, сделайте тайм на отдых, тайм-час такой. И когда вы испытываете тайм-час, не нужно поднимать свою энергию, то есть брать и еще заливаться кофеином, либо делать что-то такое, что еще опять на время даст вспышку, всплеск, и потом опять вас погасит. Вот этого делать не нужно, это абсолютно так не работает. Работают простые вещи самоорганизации. Пробуждение в ранние часы. Второе – лимфа, какая-нибудь лимфозарядочка, если вы делаете. Третий момент – достаточно жидкости в течение дня. Четвертый момент – всегда хорошая еда в определенные часы. Четвертый момент – это витамины. Пятый момент – это обязательно работа почасовая с проектами, то есть утром вы, например, делаете качественно, лучше, соображаете, поэтому можете воспринимать вечером, например, вы учитесь и создаете что-то другое. Но для себя важно в течение дня распределить, когда вы более эффективны и когда вы менее эффективны. Когда вы более эффективны, вы делаете самые сложные задачи, например, кто-то это делает утром, кто-то это делает вечером. Когда вы менее эффективны, вы можете что-то прослушивать, что-то записывать, что-то делать такое вторичное. Также, друзья, говорим про продуктивность и делегирование. Если вы предприниматель, либо вы работаете в какой-то сфере, где нужны навыки, да, такие общие, то вам, соответственно, нужно будет работать с помощью и помощь здесь будет от других. И здесь мы обращаемся к другим, как с потребностью помочь в работе. Здесь мы можем или делегировать, или что-то попросить, или в чем-то укорениться. Также мои принципы самоорганизации – это надежда в основном на себя. То есть, чем проще вы организуете свой досуг, чем меньше вы будете тратить время на ненужные для вас вещи, тем эффективнее вы будете. То есть, если вы не решаете, если вам сейчас не нужен английский, не надо тратить время на английский, если вам нужно, например, закрыть какую-то задачу. Если вы не собираетесь идти, там, работать программистом, не нужно смотреть на ютубе видео про программирование или там еще что-то просто для развлечения. Это просто забивает и забирает вашу энергию. Также, если вы не носите 150, там, костюмов, то, соответственно, и, ну, не нужно их покупать или, там, выбирать в свободное время. Это отнимает тоже ваше время. Например, примените данные, мои примеры к себе и сделайте для себя свои обязательно выводы, которые будут максимально балансировать ваш рабочий день. Для меня точно работает баланс дня и ночи, баланс еды, баланс воды, баланс тайм-менеджмента в отношении работы. И утром я, например, создаю контент или консультирую, вечером я обучаюсь, и мне так удобно, кому-то удобно совершенно наоборот. И обязательно я удаляю все то, что забирает у меня энергию. Что это значит? Это я в эти моменты не просматриваю какие-то видео, какие-то соцсети, где у Маши машина краши, а Валя там с тремя детьми на курорте. Вот такого я не делаю, потому что это тоже забирает энергию и это портит самоорганизацию. Надеюсь, видео было вам полезным и вы поделитесь своими фишками под ним и напишите, как у вас получается самоорганизовывать свою жизнь, как у вас получается строить свой день, строить свои планы и, собственно говоря, быть максимально продуктивным, максимально эффективным. Кому-то важно просто научиться один раз, а кому-то важно закрепляться и в процессе изменять ту стратегию, к которой человек уже достаточно быстро приспособился. Надеюсь, и еще раз говорю, это видео было вам полезным и под видео, пожалуйста, пишите комментарии. А, еще одну фишку не сказала, что в течение дня для того, чтобы быть максимально эффективным, нужно выбирать продукты, которые поднимают, ну, в основном поддерживают нормальный уровень инсулина и помогают вам эффективно работать. Что это значит? Значит, ну, мы все понимаем про мусорные продукты, но еще важно отмечать продукты, которые вам дают энергию, лично вам. Кому-то, у кого-то орехи отнимают энергию, кому-то орехи показаны. Кто-то пьет молоко, кто-то не пьет молоко, кто-то ест мясо, кто-то, там, не знаю, не ест мясо. Вот эти фишки, которые вы знаете лично о себе, вы должны тоже обязательно использовать, потому что вот это, то, что попадает в вас внутрь и создает часто и настроение, и ваше поведение. Так, что ты не сказала? А, не сказала. Самое главное не сказала. Пишите комментарии и в прямой эфир вечером. В прямом эфире вечером мы с вами проговорим о том, как организовывать плановую работу, как быть эффективным почасово, собственно говоря, в течение дня. И разберем конкретные ваши примеры, которыми вы тоже поделитесь. До новых встреч, друзья!